Приветствую вас на канале RedCat. Я уверен, что в эту игру вы еще не играли. Это RedCat Simulator. Я тоже буду в первый раз играть в эту игру. Планируем сделать рюкзаки, больше локаций, геймпассов, петов, новые магазины, большие локации и новые измерения. Идеи обнов пишите на Twitter. Стивчик. Стивчик, видимо, разработчик этого плейса. Я смотрю, что мало кто еще играл в эту игру. Так, тут у нас можно продавать. И есть монетки, на которые можно наступать. RedCoin's. У нас в Дискорде есть RedCoin's, за которые можно кое-что покупать, я так понимаю. Интересненько. А это мой старый ник, смотрите. Мой аватарчик, как раньше выглядел. Да, вот такой вот. Теперь я стал модный, продвинутый. Видите, у меня щит еще на спине. Кстати, крылышки ивентовские я, наверное, после ивента уже сниму. А пока что, пока идет ивент, погуляю. Так что в мае я уже буду без них. Так, смотрите, ребят, я зашел уже на следующую локацию. Хочу купить здесь питомца. Смотрите, какой следующий прикольный питомец у нас будет. Вот такой вот красненький RedCat должен купить себе получше питомца. Смотрите, он так, кстати, и называется. Стартовый, этот Better, то есть лучше, потом Super и Ultra питомец. Я, ребята, совершенно случайно узнал об этой игре, если честно, и решил посмотреть. Ну, довольно-таки неплохо, по мне, не знаю. Похоже на симулятор. Все, теперь у меня есть свой питомец. И я теперь буду собирать иконасика. Вторая комнатка у нас с иконасиком. Хорошо. Собираем, нажимаем монетки. Fire прибежал. Так, а кто следующий у нас там? По-моему, Робзи там был. Давим, давим, давим. Монеточки. По две монетки, ребята, мне добавляют. То есть в первой комнатке было по одной монетке. Ну, или по одному доллару, скорее. Во второй по два доллара. Ну, и, видимо, в следующей будет по три. Что неудобно на этой локации, это, во-первых, деревья. Вот здесь все-таки получше. Тут ты хоть простор, нигде не врезаешься особо, можно побольше походить. Хотя здесь, типа, медленнее фармишь. Ладно. 146 монеток у меня уже есть. Продолжу фармить, чтобы попасть в следующую комнатку. Интересно, вроде продавца иконасика поставить. Так, давайте, давайте, набиваем, набиваем. Мне нужно 500 монеток для того, чтобы попасть на следующую локацию. Я хочу 500 долларов заработать. Так, 146. Все, уже 246. Окей, ребята, немножко промотаю. Ну что, ребята, у меня уже 564 монетки. Я открываю с следующей локации. Покупаем. Да, тут робот Робзи. Как всегда, Робзи. И, смотрите. Да, вот так вот он выглядит. Вот мы и встретились с Робзи. Так, ну что, смотрим, сколько дают. За Робзи, за голову Робзи дают 5 монеток. Ну что ж, это повеселее. Но для того, чтобы выйти из этой комнатки и пойти в следующую комнатку, где у нас крутой папа, робокс-мафия, нужно уже 5000 долларов. Представляете? Ну, в принципе, это довольно-таки легко сделать, но надо будет немножко погулять здесь. Давайте немножко потопчемся по картинкам с Робзи. и перейдем в следующую локацию за 5000 долларов. Давайте я сдам. 360. Ок. За 360 я могу купить себе питомца. Вот так вот. Сейчас мы посмотрим, кстати, сколько добавляет питомец, если мы будем фармить с помощью пета. Итак, 47, 52, 57. Ха-ха-ха-ха, как печально, ребята. В этой игре, оказывается, питомец не добавляет ничего. Он просто декоративный для красоты, так сказать. И никаких монеток дополнительных вы не получаете. Тут, ребята, очень узенькие комнатки, поэтому если тут будут 3-4 человека, то фармить будет почти невозможно. Вы просто не будете давать друг другу собирать доллары, потому что монеток очень мало и очень узкое место. Ух ты, Робзи двигается. Давайте кое-что попробуем. Давайте я попробую сюда на вип попасть. Хочу его сюда задвинуть. Не, не получается. Просто на эту випку никак нельзя попасть. Я об нее умираю сразу. Смотрите, с разбега давайте. Не, тоже не получается. Окей, ребята, хорошо. Мне нужно 5 тысяч насобирать. Я, честно, видите, насобирал 3530, но решил, что есть вариант, как можно немножко ускориться. Смотрите, что мы делаем с ребятами. Стены тут невысокие. И да, у меня получилось. Я так и думал, что у меня это получится. Меня перекидывали на следующую локацию, где уже по 100 монеток. Вау, по 100 монеток. Вот тут я быстро 5000 соберу. Спасибо, крутой папа. Папа, ты мне про 100 монеток добавляешь. Ничего себе. 5 монеток Робзи давал и сразу 100 монеток дает крутой папа. Ну, ты реально крутой. Так, хорошо. Я думаю, что здесь тоже я долго не задержусь, потому что мне кажется, что с деревьев можно здесь перепрыгивать. Плюс у меня уже, смотрите, 4000 монеток собрано. И если я сейчас их сдам, то у меня уже будет более 5000 монеток. И я, в принципе, могу сюда попасть и не перепрыгивая через стены. Нет, мне все-таки кажется, что здесь можно дальше перепрыгнуть. А, кстати, я же не могу выйти отсюда. Понятно. Хорошо, делаю ресет и сейчас пойду покупать. Так, 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 продаем. 9609 монеток. И покупаю за 5000. Готово. Все, теперь я официально попал на эту локацию. И теперь могу зарабатывать денежки. Но я хочу попробовать перепрыгнуть на следующую локацию. Тем более, что вот это дерево, ах, почти очень близко к стене. Это, опять же-таки, ошибка разработчика, потому что этим можно воспользоваться. Я подвинул крутого папу поближе, чтобы он мне помогал перепрыгнуть через стену. Точнее, запрыгнуть на дерево. Так, поставим его под самое дерево. И теперь я думаю, что он мне поможет. Ай, перелет. Ничего. Потренируемся немножко. Так, так. Нет. Ладно. Тык-тык. Есть! 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 Вау! 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 Куки бой, спасибо! Целую тысячу мне добавляешь. Ну, так вот мне нравится проходить. Карты, ребята. Я даже умудрился взломать свою собственную, по сути, карту. Карту RedCat Simulator. Держи, ребята. Мне сделали карту, я умудрился ее взломать и показываю сейчас, как с помощью некоторых секретов вы можете здесь очень круто фармить. Ну что ж, продаю все, что нафармил. Давайте пойдем на следующую локацию. За 10 тысяч. Все, покупаю. И давайте за 50. Не, не получается, видите? Надо, наверное, перезайти в плейс, потому что что-то глючит. И за 50 тысяч меня не пускает, хотя вы видите, у меня 64 тысячи есть. Так, ну что? Давайте купим самого топового пэта еще. Вот такого. Покупаю ультра пэта просто. Так, ну и давайте все-таки попадем на карту. За 50 тысяч. Ну, пусти меня. Не, не хочешь? Опять перезаходим в игру. Окей. И сейчас пробуем. Ну, пустишь меня? Да, теперь пусть. Хорошо. Все, ребята, осталась только комнатка за 100 тысяч. Тут у нас кто? Это, по-моему, в люкс, да? Да, это он. Сколько он дает нам? 5 тысяч, по-моему. 42 тысячи сейчас. 47, да. В люкс у нас дает 5 тысяч долларов. Ну, а Коки у нас давал тысячу, да. То есть тут тысяча, в люкс 5 тысяч. И посмотрим, сколько мы будем получать на следующей локации. Там нужно 100 тысяч. У меня уже, в принципе, есть эти деньги, но, наверное, придется опять перезаходить в игру. Давайте посмотрим. 156 тысяч. Пустит меня или нет? Да, ребята, пускает. Отлично. Я зашел в следующую комнату, и, конечно же, это Апози. Но кто может сравниться с Апози? Наверное, только англоязычный Деннис, у которого 7 миллионов. Но Апози, я напоминаю, сейчас 5 миллионов. О, ребята, я наконец-то разгадал, как может использоваться пэт. Смотрите. Он, оказывается, может нажимать на эти кнопочки. Видите? Он может на них залазить. А, теперь я понял. Смотрите, можно фармить просто, кружась. И он тогда будет нажимать на эти кнопочки, и вы будете получать дополнительные монетки. Все, я понял технику. Вот так, смотрите, как-то вот бегаете. И он будет, наверное, задевать какие-то еще кнопочки, помимо тех, что вы будете фармить. То есть, я так подозреваю, что как-то вот так вот. Ну что ж, ребята, интересный плейс был. Такой немножко простенький, но было весело в него поиграть. Спасибо разработчику этой игры. Спасибо зрителям, что смотрели это видео. И надеюсь вас увидеть в следующем видео на канале RedCat. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok